Нервная анорексия. Такой диагноз Полине из Барнаула врачи поставили уже в 10 лет. Еще 10 с болезнью боролись. Причина – частые стрессы, смена школ и проблемы в семье. Победить заболевание все же удалось. Возможно, отчасти потому, что специально похудеть девушка не стремилась. Чего нельзя сказать о ее младшей сестре. В свои 12 лет, рассказывает Полина, ребенок панически боится набрать вес. При росте 160 сантиметров она весит 28 килограммов. А это уже опасно для жизни. Ты приходишь с простудой, говорят, у вас дефицит массы, кушайте больше. Просто-напросто. Потому что обещают проблемы и с сердцем, и с вегетососудистой системой. Она говорит, я вот это не хочу, я это не ем, мне животных жалко. Смотрит на Инстаграм, говорит, девочки там, подписано еще на пабликах ВКонтакте, которые 40 килограмм, анорексия, то есть те, которые пропагандируют то, что нужно быть худой. Очень она не хочет поправиться. Я ненавижу свое тело, это омерзительно. Такими постами пестрит Инстаграм. Девочки-подростки подробно рассказывают о своем самочувствии, сидя на шоколадной или питьевой диетах. О том, сколько приняли таблеток для очищения организма, когда упали в обморок и как переносят булимию. Некоторые заявляют, что конечная цель таких диет – смерть. Эти аккаунты никто не блокирует. У их хозяев несколько тысяч подписчиков. И вряд ли они осознают последствия пропаганды анорексии для своей публики. Психиатры говорят, вместе с расстройством пищевого поведения к ним обращаются 2-3 подростка. Отказ от приема пищи – это, можно сказать, одно из смертельных заболеваний в психиатрии. Это проблема нашего современного общества. То есть это происходит все в результате общения, той или иной формы общения. То есть неважно, это общение на уровне межличностного взаимоотношения между ребятишками разных возрастов, либо это общение внутри социальных сетей, где дети заинтересованы одной из таких форм саморазрушающего поведения, как отказ от приема пищи. В России с 350 женщин одна больна анорексией. В Европе – каждая сотая. Возраст около 90% больных – 12-24 года. Но на Алтае нередко на прием гастроэнтерологам приводят и пятилетних девочек. Они уже боятся располнять. Кстати, четверть участниц детских конкурсов красоты начинают страдать ранней анорексией. У многих появляются суицидальные наклонности. Некоторые из них – постоянные подписчики групп похудения. В таких группах, как рассказывают школьники, состояла и барнаульская семиклассница, которая в январе на глазах у матери шагнула из окна. В сообществе «Типичная анорексичка» состоят более 60 тысяч подростков от 9 до 15 лет. Все они ведут неравный бой с собственным телом. И нередко родители даже не знают, что их дочь не ест. Она берет тарелку и уходит в другую комнату. И возникает вопрос, а ест ли это она в другой комнате? А не выкидывает ли она это? А не прячет ли это она порцию? Мама не знает. Потом мы ее раскрутили, что она не ест. У нее при росте 170 сантиметров масса 48 килограмм. И она считает, что она толстая, ей надо похудеть до 40 килограмм. Похудение в подростковом возрасте чревато проблемами. Страдает весь организм. Ухудшается мозговая деятельность. Снижается иммунитет. Нарушается развитие репродуктивной системы. Но дети в силу возраста не понимают серьезности ситуации. И то, что героиня нашего сюжета Полина с возрастом победила нервную анорексию – своего рода чудо. Безквалифицированной помощи, в том числе психиатров, в семье не обойтись. Врачи в очередной раз обращают внимание родителей. Если подросток отказывается от пищи, худеет на глазах и просматривает в соцсетях паблики о модном заболевании – это не просто повод для серьезного разговора. Визит к врачу откладывать нельзя. Яна Аксенова, Алексей Фризин. Наши новости.